Добрый день, дорогие друзья! У нас настало время на нашем служении, время для размышления над Словом Божиим. И вначале я приглашаю всех к молитве. Дорогой Господь, очень небесный Божий милостивый, благослови нас, пожалуйста, на это время, когда мы будем размышлять над Твоим Словом. Пусть Дух Твой Святой руководит нашими мыслями, нашим сердцем, Господи, чтобы мы принимали Твои истины и согласно Твоей воле, чтобы мы жили. Во имя Иисуса об этом наша молитва. Аминь. Дорогие друзья, я хочу начать наше размышление с рассказа о том, как мне в начале апреля этого года необходимо было, надо было ехать в Ташкент и в Самарканд по делам. В Ташкенте у меня были дела на вторник и среду, а в Самарканде у меня было дело на следующий понедельник. Даты не совсем сейчас важны, а важно именно дни недели. И вот когда я собирал свои вещи для поездки, я стоял перед таким вопросом, взять ли мне деловые брюки, которые я одеваю на субботу на богослужении, или ехать так в джинсовых брюках. Потому что те дела, которые у меня были в Ташкенте и в Самарканде, там не было никаких конференций, совещаний. Там можно было ехать так в неофициальной одежде. И я подумал о том, что если мне и понадобятся брюки для субботнего служения, то я их возьму у себя дома в Самарканде. Решив так, я собрался из своей вещи необходимые и поехал по своим делам. Когда я в Ташкенте закончил свои дела, и мне нужно было возвращаться в Бухару, моя поездка совершалась из города Бухары, где я совершаю служение, я решил после дел в Ташкенте остаться в Самарканде на субботу, чтобы два раза не ездить, не возвращаться и снова не поехать в Самарканд. Самарканд находится между Бухарой и Ташкентом. И таким образом я решил остаться в Самарканде. И когда пастор, который совершает служение в городе Самарканде, я ему сказал, что я буду в служении в субботу, он попросил меня, чтобы я в субботу проповедовал в церкви. Я искал среди своих вещей, которые у меня были в Самарканде, те брюки, которые мне были нужны. Я нашел пару брюк, которые не джинсовые, которые можно одевать в субботу, но, к сожалению, они уже мне были малы. И я решил поехать по магазинам, в магазины и купить новые брюки, чтобы можно было их одеть в субботу на служении, чтобы не идти в джинсовых брюках. Но в магазинах брюки мне показались дорогими, и я решил их не покупать. И позвонил своей супруге в Бухару с просьбой, чтобы она мне отправила в Самарканд мои брюки, которые я одеваю по субботам на служении. Она отправила мои вещи, мои брюки через таксиста, и в субботу я уже мог одевать, быть в надлежащем виде на богослужении. И потом уже, я, думая об этой ситуации, задумался над таким вопросом. Ведь было же время, когда я не думал о том, что мне одевать в субботу на служении. Это было в самом начале, когда я только-только начинал приходить в церковь, меня не волновал этот вопрос. Вопрос о том, что в церкви надо быть в надлежащем виде. Конечно, когда люди приходят в церковь, только начинают приходить, мы им не говорим о том, что в церкви нужно выглядеть таким-то образом, а вот в такой-то одежде нельзя приходить. Мы все прекрасно понимаем, что любой человек может прийти в церковь, и у него, может быть, нету средств, или нету какой-то другой праздничной одежды. У всех разный достаток. Но проходя годы, когда мы начинаем приходить в церковь, и проходит время, проходят годы, мы видим, как люди выглядят в церкви, как люди выглядят, те, которые за кафедрой находятся. Мы начинаем анализировать, задумываться и менять свою одежду, возможно, свое поведение, и будем вести себя, выглядеть в церкви так, как это мы видим у других людей, у других верующих, особенно у тех, которые находятся за кафедрой, у тех, которые со сцены проводят служение. И вот этот процесс, когда мы вначале только приходим в церковь и ни о чем не задумываемся, а потом уже проходит время, и мы начинаем взрослеть, называется духовным ростом. И я хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли именно об этом, о нашем духовном росте. Безусловно, духовный рост, он в первую очередь будет относиться к нашему внутреннему состоянию. Духовный рост будет начинаться изнутри, из нашего мышления, но рано или поздно то, что у нас внутри, оно будет влиять на то, как мы выглядим снаружи, на наши слова, на наши поступки. И я приглашаю, дорогие мои друзья, чтобы мы прочитали в Священном Писании тексты, которые говорят именно об этом. Мы сегодня будем читать в большей части из посланий апостола Павла. И я приглашаю, чтобы мы открыли первое послание апостола Павла, первое послание к Коринетинам, 13 глава и 11 стих. И мы читаем. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Все мы были когда-то детьми, когда-то все мы были младенцами. И какими мы тогда были? В чём разница между младенцем и взрослым человеком? Младенец, он не может о себе сам заботиться. Младенец отличается от взрослого своим мышлением, своим поведением. Всё это мы прекрасно понимаем. И по мере того, как младенец будет расти, он будет становиться взрослее. И его поведение, его слова, его поступки тоже будут становиться как у взрослого по мере того, как он будет возрастать своим разумом, своим умом, будет взрослеть чувствами своими. И в духовной жизни точно так же, как и в физической жизни. Бывает период, когда мы духовно рождаемся, и после нашего духовного рождения мы обязательно должны становиться духовно более взрослыми. Когда я был духовным младенцем, это был период до моего крещения. Семь лет нужно было мне для того, чтобы заключить завет с Господом через водное крещение. И вот в течение этих семи лет я возрастал в понимании Господа. Мой друг, который был христианином, он приглашал меня в церковь, он давал мне Библию, книги, чтобы я читал, чтобы я слушал проповеди. То есть он кормил меня духовной пищей, потому что я сам о себе заботиться не мог. У меня в голове были совсем другие мысли, у меня были совсем другие стремления. А о том, чтобы самостоятельно питаться, об этом я не думал. И поэтому меня, как духовного младенца, нужно было кормить. Когда я был духовным младенцем, я мог приходить в церковь, я мог не приходить в церковь. В самом начале бывало так, что в церковь я приходил два раза в год, может быть, три раза в год. И для меня было совершенно неважно, в какую именно церковь ходить, потому что я был младенцем духовно. Для меня каких-то принципиальных моментов в вере не существовало. Но время шло, и по мере того, как я питался духовной пищей, я возрастал и пришёл к тому, что Господь вложил в моё сердце то, чтобы заключить с Ним завет. И вот произошло моё духовное рождение. И когда я духовно родился, то я уже понимал, что нужно возрастать духовно. Я смотрел на пастора, я смотрел на служителей. И я понимал, как нужно вести себя в церкви, как нужно выглядеть в церкви. И в соответствии с этим я менялся. Когда в церкви звучало объявление о том, что где-то будет проходить семинар, где-то будет проходить учёба, где-то будет отдых, где-то какая-то конференция, то я старался везде во всём участвовать. И таким образом я сначала был на курсах по медицинскому служению, а потом отучился на тренинг делателей палаток, а потом на богословском факультете. И таким образом я возрастал. Возрастал в понимании знаний духовных о Боге и в соответствии с той информацией, теми знаниями, которые я получал о Боге, о церкви, в соответствии с этим и мои слова, моё мышление, моё поведение, мой внешний вид. В соответствии с этим духовным возрастанием, возрастанием в плане знаний менялась и внешняя сторона. И соответственно и в церкви менялось моё служение. Служение сначала диакона, потом молодёжного руководителя, пресс-фитера, пастора. И Господь, дорогие друзья, желает, чтобы все мы возрастали, возрастали духовно. Но, к сожалению, бывает так, что не все мы, христиане, духовно растём. Не все мы, когда принимаем водные крещения, заключаем с Господом завет, после нашего крещения начинаем расти духовно. И апостол Павел об этом пишет так. В послании к евреям в пятой главе с 12 по 14 тексты мы можем прочитать, что говорит Павел о том, когда мы духовно не растём. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твёрдая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Павел в этих текстах говорит. «Дорогие мои братья и сёстры, уже прошло много лет, много времени прошло после того, как вы были крещены через водное крещение, вы уже стали членами церкви, вы родились духовно. И хотя прошло уже много времени, много лет уже прошло, но вы остаётесь духовными младенцами. Вас всё ещё нужно кормить молоком. Что это значит? что вас нужно кормить молоком, а твёрдую пищу вы не можете есть? Нужно кормить молоком, это означает, что вам нужно говорить ещё только о таких истинах библейских, которые говорят о любви Божьей, о его прощении, о том, что Иисус умер за наши грехи на Голгофском кресте. Это всё, конечно же, правда, это истина, и это библейская истина, о которой нам нужно говорить, то, что нам нужно слышать всегда. Но Павел говорит, вы можете питаться только молоком, только об этом вы можете слушать и понимать, но твёрдая пища, вы её не можете съесть. А что же тогда твёрдая пища? твёрдая пища – это раз вы уже много лет, много лет имеете опыт общения с Богом, много лет назад вы уже родились духовно, то значит, вы уже должны разбираться в ветхозаветных пророчествах, книга Данила, книга пророка Данила, книга Откровения, вы во всём этом уже должны разбираться и учить других, но это слишком твёрдая пища, это сложная пища, это сложная тема, которую вы не можете слушать, которую вы не можете понимать, хотя прошло уже много лет после того, как вы уже были крещены и судя по времени, сколько лет прошло после вашего крещения, вы уже должны быть учителями, вы должны учить других людей вот этим самым библейским истинам, но вы не можете питаться твёрдой пищей, вы не можете быть учителями, и возникает вопрос, почему же происходит так, что после крещения человека, после его духовного рождения проходит много времени, а он остаётся духовным младенцем, вот каким он родился, в каком он был в состоянии, в понимании библиотических истин, он точно в таком состоянии и остался спустя много времени, и Павел, говоря о причинах этого, он пишет так, в первом послании Коринфянам, в третьей главе, с первого по третьей тексты, мы читаем, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, я питал вас молоком, а не твёрдую пищу, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы ещё плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел говорит о признаках духовного младенчества так, перечисляя их, эти признаки духовного младенчества, Павел говорит, «Вы плотские, как мы читаем в этих текстах, вы плотские, вы не в силах питаться, твёрдой пищей, плотские люди не понимают библейские истины, потому что это чуждо им, это им не свойственно». Павел говорит, «У вас есть зависть, между вами споры, разногласия, и вы поступаете по человеческим обычаям». «Дорогие мои братья и сёстры, если вы уже много лет член церкви, если вы уже давно крещены, но не возрастаете духовно, задумайтесь об этом. Нет ли в ваших взаимоотношениях в церкви или с другими людьми вот тех признаков, которые перечисляет Павел? Плотские, не в силах питаться твёрдой пищей, есть зависть, они ещё завидуют, спорят, есть разногласия и по человеческим обычаям поступают». То есть этих людей больше волнует мнение людей, чем то, что думает о них Бог. И из наших размышлений возникает логичный вопрос. А как же мне расти духовно? Как мне возрастать в моих взаимоотношениях с Господом? Есть много пунктов, есть много средств, которые помогают нам духовно возрастать, но я сегодня хочу остановиться только на трёх пунктах. Итак, три вещи, которые помогают верующему человеку возрастать духовно. Во-первых, это духовное питание. Чтобы возрастать духовно, нам нужно обязательно питаться. Но что является духовным питанием? Духовное питание – это в первую очередь чтение Священного Писания. «Если мы не будем читать Священное Писание, Слово Божье, мы не сможем возрастать духовно». Верующему человеку каждый день необходимо читать Слово Божье для того, чтобы расти духовно. Возможно, кому-то из вас вы и начинали читать Священное Писание, но было сложно, когда доходили до тех мест Священного Писания, когда начинаются перечислять родословия. Но, дорогие мои братья и сестры, если мы будем усердно читать Священное Писание каждый день, поверьте, что мы сможем преодолеть это препятствие и сможем прочитать Священное Писание телеком. Когда мне подарили мою первую Библию, я настолько сильно хотел знать, что написано в Слове Божьем, прочитать ее, что я читал Слово Божье каждый день по два часа. И так, читая Библию каждый день по два часа, я прочитал всю Библию за один месяц. Я не скажу, что когда я прочитал Библию за один месяц, я все понял, но когда я прочитал Библию во второй раз, я уже понимал ее немножко больше, немножко лучше. В третий раз еще лучше стал понимать. И хотя сколько бы не читать Библию, Слово Божье настолько глубоко, что всю истину, библейскую глубину все равно мы в этой жизни возможно до конца и не поймем, но для нашего духовного роста ежедневно нужно читать Слово Божье. если вы уже много лет являетесь членом церкви, если вы уже много лет как крещены, но вы ни разу, если не прочитали Слово Божье от начала до конца, мои дорогие братья и сестры, это очень нехороший признак. Каждому христианину, если он хочет быть духовно здоровым, нужно читать Слово Божье каждый день. И нужно прочитать Библию, Священное Писание, от начала до конца. И кроме чтения Священного Писания для духовного питания, у нас, как у адвентистов седьмого дня, есть еще такое преимущество, что для нас на каждый день готовят духовные завтраки, духовные ужины в виде утренних чтений и вечерних. У нас есть урочники субботней школы, которые обновляются ежеквартально, и мы можем, читая их, также познавать глубины Божьей все больше и лучше. Также мы можем читать, и нам нужно читать, труды Элленуайт, для того, чтобы мы также могли возрастать духовно. Итак, первый пункт для духовного роста – это духовное питание, чтение Священного Писания и другой литературы, которая у нас есть. Второе, что нужно нам для духовного роста – это молитва. Молитва – это общение с Господом. Невозможно к Богу становиться ближе, расти во взаимоотношениях с Ним, если мы с Ним не будем общаться. Точно так же, как с нашими родными и близкими, с которыми мы живем, которых мы любим, мы с Ними каждый день общаемся и узнаем их все лучше, становимся с Ними все ближе, так же и с Господом. Каждый день общаясь с Ним, молясь, мы можем возрастать духовно. И третий момент, о котором я хочу сказать для нашего духовного роста, это практика. На практике применять то, что мы читали, узнали из Слова Божьего и рассказывать те библейские истины, которые мы узнали, то, что Господь нам открыл в Своем Слове, делиться с этим с другими людьми, для того, чтобы и другие люди могли знать, что написано в Священном Писании, для того, чтобы мы делясь, если с нашими братьями и сестрами, делясь с нашими откровениями из Слова Божьего, мы также, чтобы могли друг друга обогащать и помогать друг другу расти. Мои дорогие братья и сестры, апостол Павел, обращаясь к Эфесской Церкви, сказал, что от них также Господь ожидает духовного роста. И с этими словами из Священного Писания, из послания апостола Павла к Эфесской Церкви, 4 глава с 11 по 15 тексты, я бы хотел сегодня закончить наши духовные размышления. Итак, Ефесианам 4 глава с 11 по 15 тексты. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Мои дорогие братья и сестры, в заключение я всех приглашаю к молитве. Дорогой Господь, очень небесный Божий милостивый, мы благодарим и славим Тебя, Боже, за то, что Ты каждого из нас нашел в этом мире, усыновил нас, удочерил нас, Господи, заключил с нами завет через водное крещение, и мы родились духовно. Очень небесный Божий милостивый, благослови нас, пожалуйста, также на духовный рост, на духовное возрастание, на то, чтобы мы становились с каждым днем все ближе и ближе к Тебе. Помоги, Боже, чтобы вот те инструменты, которые Ты оставил нам для нашего духовного роста, это чтение Твоего Слова, это молитва, это на практике применения Твоей воли, которую мы узнали из Твоего Слова, это когда мы будем делиться с другими Твоими истинами, чтобы все это, Господи, мы применяли бы в нашей жизни, и все это применяя, чтобы мы, Господи, возрастали бы духовно. Благослови Боже нас в этом, мы просим и молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok